Relative Strange Index Осциллятор Relative Strange Index или Индекс Относительной Силы, сокращенно его название ISI, но в России его принято называть RCI, был разработан Уэлсом Уайдлером и опубликован в журнале Commodities в 1978 году. Также он представлен в авторской книге «Новые концепции использования технических торговых систем». Сказать, что RCI широко используется трейдерами всего мира – все равно, что промолчать. Один тот факт, что великий Джон Мерфи, автор библии трейдеров «Технический анализ фьючерсных рынков», опираясь на личный опыт работы с этим осциллятором, говорит, это самостоятельный аналитический инструмент с огромными возможностями анализа. Поэтому мы в своем описании постараемся максимально точно описать этот осциллятор и порождаемые им торговые сигналы. В RCI заложена простая идея – рост осциллятора отражает силу быков на рынке, а снижение осциллятора говорит о преимуществе медведей. Как и многие осцилляторы, RCI демонстрирует состояние перекупленности и перепроданности актива на рынке. В грубом приближении можно сказать, что RCI считает долю бычьих, белых и медвежьих черных свечей от всех свечей за выбранный период времени. Стандартный период равен 14. Опять же, как и большинство осцилляторов, RCI более эффективен на боковом рынке, когда цена изменяется в пределах сравнительно узкого коридора. RCI строится на отдельном графике под ценовым графиком и имеет свою собственную шкалу, номинированную от 0 до 100. Зоной перекупленности актива считается зона, когда осциллятор выше значения 70, а зоной перепроданности актива является зона ниже значения 30. Название зон перекупленности и перепроданности является условным, так как место расположения уровней, стандартное – это 70, и 30 можно изменять. Поэтому если RCI поднимается выше условного уровня 70 и растет дальше, то рынок считается бычьим, а если RCI падает ниже условного уровня 30 и продолжает снижаться, то рынок является медвежьим. Чтобы добавить RCI на рабочий график в терминале MetaTrader 4, нужно зайти в раздел «Индикаторы», «Осцилляторы», «Relative Strange Index». Настройка осциллятора происходит через специальное окно, где можно поменять стиль оформления, период расчета и прочее. Чтобы добавить RCI на график цены в терминале Quick, нужно вызвать контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши на графике, выбрать «Добавить график-индикатор», выбрать «Relative Strange Index» и выбрать «Новое окно». В окне настройки в закладках «Общие параметры» и «Уровни» можно настроить индикатор «Цвет линий». Период для расчета линий по умолчанию равен 14 и место расположения уровней, определяющих зоны перекупленности и перепроданности. Стандартно они равны 70 и 30. Напомним, что уменьшение периода ведет к увеличению чувствительности, а это, в свою очередь, увеличивает количество ложных сигналов. Уайдлер писал про проблемы старых осцилляторов, что они слишком хаотично себя ведут и не имеют постоянных шкал. Формула индекса RCI позволяет решить обе эти проблемы. Она сглаживает кривую осциллятора и задает постоянную вертикальную шкалу от 0 до 100. Итак, расчетная формула RCI выглядит следующим образом. Где это значение? Это среднее значение всех положительных ценовых изменений за n периодов. А это среднее значение всех отрицательных ценовых изменений за n периодов. n – это количество периодов свечей. Стандартно n равно 14. Торговые сигналы от RCI. Первый подход – перекупленность и перепроданность. Если RCI образует вершину, то есть сначала поднимается выше условного уровня перекупленности 70, а затем снижается ниже этого уровня, то рекомендуется продавать. Если RCI формирует дно, а именно снижается ниже условного уровня перепроданности 30, а затем поднимается выше этого уровня, тогда рекомендуется покупать. Уайдлер рекомендовал использовать в RCI для торговли на дневных графиках период 14. Для часовых графиков можно уменьшить период до 9. Уменьшая период с 14 до 9, мы добиваемся того, что RCI достигает максимальных и минимальных значений чаще. Таким образом, можно получить больше торговых сигналов. Но при этом и количество ложных сигналов тоже возрастает. На этом рисунке утверждение представлено более наглядно. Большой RCI красного цвета с периодом 14 и маленький RCI синего цвета с периодом 9. Как мы видим, торговых сигналов на синем и более чувствительном осцилляторе больше, чем на красном менее чувствительном, что подтверждает правильность утверждения Уайдлера. Часто в торговле используют не только крайние уровни 70 и 30, но и центральный уровень 50. Второй подход – это преодоление среднего уровня RCI. Для использования этого подхода нужно провести на графике осциллятора центральный уровень 50. Если осциллятор находится выше значения 50, то на рынке восходящий тренд. Если осциллятор ниже значения 50, то на рынке нисходящий тренд. Если кривая осциллятора движется вокруг уровня 50, то на рынке боковая динамика flat. Второй торговый сигнал, порождаемый RCI – это преодоление осциллятором центральной линии. Если осциллятор поднимается выше центральной линии, то поступает сигнал на покупку. Если осциллятор снижается ниже центральной линии, то поступает сигнал на продажу. В большинстве случаев для определения зон перекупленности и перепроданности в RCI рекомендуется использовать уровни 70 и 30. Об этом писал и сам автор осциллятора. Уровни 70 и 30 лучше подходят для бокового движения. Однако, существуют и другие варианты проведения уровней, например, 75 на 25 или 80 на 20. Если уровни проводятся выше или ниже стандартных 70 и 30, то и центральная линия смещается в том же направлении и проводится посередине между ними. Практикующие трейдеры считают, что смещая уровни осциллятора RCI, можно подстраивать работу осциллятора под конкретный тип ценового движения на рынке – повышательный, бычий, понижательный, медвежий или боковой, флэт. Например, при бычьем тренде рекомендуется смещать уровни на 40 и 80, а, соответственно, центральный уровень на 60. Торговый сигнал на открытие длинной позиции поступает после повышения осциллятора выше центрального уровня 60. А торговый сигнал на закрытие длинной позиции приходит тогда, когда осциллятор снижается сверху вниз, ниже центрального уровня 60. При медвежьем тренде рекомендуется смещать уровни на 20 и 60, а центральный уровень на 40. Торговый сигнал на открытие короткой позиции поступает после того, как осциллятор снижается ниже центрального уровня 40, а торговый сигнал на закрытие короткой позиции поступает, если осциллятор поднимается снизу вверх выше центрального уровня 40. Третий подход – это расхождение осциллятора и цены. Бычьи и медвежьи дивергенции возникают при критических значениях индекса RCI, когда он находится в зонах перекупленности и перепроданности. Автор осциллятора писала дивергенция как о наиболее важных сигналах, подаваемых RCI. Напомним, что бычья дивергенция расхождения возникает тогда, когда новый максимум цены не находит подтверждения в виде нового максимума осциллятора. В этом случае рекомендуется открывать короткую позицию. При медвежьей дивергенции расхождение, кстати, ее справедливо называть и медвежьей конвергенцией, схождением, новый ценовой минимум не подтвержден новым минимумом осциллятора. При таком варианте рекомендуется открывать длинную позицию. В чем же уникальность RCI, который так восхищался Мерфи? Кроме изложенных выше стандартных торговых подходов, имеющихся у многих осцилляторов, RCI можно применять как инструмент графического анализа, то есть рисовать на графике осциллятора линии поддержки и сопротивления, треугольники и т.п. Итак, четвертый подход – это графический анализ с помощью RCI. Также, как проводятся линии трендов и уровни сопротивления и поддержки на графике цены, также можно проводить их и на графике осциллятора RCI. Как показано на рисунке, зачастую RCI опережает на несколько свечей пробитие аналогичной линии поддержки и сопротивления на графике цены. Если смотреть на рисунок слева направо, то мы увидим. 1. 7 июля 2011 года пробита линия сопротивления на RCI, сигнал «Покупать», что на 3 дня раньше, чем на аналогичной линии на графике цены. 2. 12 августа 2011 года пробита вниз грань симметричного треугольника на RCI, сигнал «Продавать», что на 2 дня раньше, чем на аналогичной линии на графике цены. 3. 1 ноября 2011 года пробита вверх линия сопротивления по RCI, сигнал «Покупать», что на 9 свечей раньше, чем на аналогичной линии на графике цены. 4. 28 февраля 2012 года синхронное пробитие горизонтальной линии поддержки и на RCI, и на графике цены «Сигнал «Продавать». Таким образом, с помощью RCI мы получаем опережающий торговый сигнал. Есть мнение опытных трейдеров, что RCI эффективно использовать вместе с полосами Боллинджера. В заключение хотелось бы добавить следующее. Каждый из описанных выше торговых подходов может работать как самостоятельно, так и в сочетании друг с другом. Смело экспериментируйте и помните, что писал об RCI Мерфи. Это самостоятельный аналитический инструмент с огромными возможностями.